Вот так массово, с улыбками на лицах и отчасти без защитных масок прошло открытие акции. Сегодня здесь собрались студенты и волонтеры, однако нашу съемочную группу заверили, на станции переливания крови все меры безопасности соблюдены. Мы в любом случае проводили этот проект в том формате, в котором есть. Мы довольны тем, что эпидема-обстановка в целом позволила провести, и Центр крови все делал профессионально с точки зрения соблюдения всех мер, поэтому акция прошла. На сегодняшний день доказано, что коронавирус не передается через кровь. Соответственно, у нас нет необходимости предварительно как-то кого-то обследовать. То есть мы же с вами, вот общаясь сейчас, мы же с вами не знаем, кто из нас инфицирован или нет, если у нас нет явных проявлений болезни. Поэтому, когда донор приходит, я еще раз говорю, он одевает маску. Студенты уверены, помогать нужно в любой жизненной ситуации, поэтому пришли сюда даже те, кто сейчас учится дистанционно. Сначала страшно, но из-за той атмосферы, которая складывается в вагонщике, страх уходит на задний план. У меня бабушка всю жизнь давала кровь, и когда мне исполнилось 18, я уже с нетерпением ждала этого момента, чтобы тоже, я считаю, что это, наверное, мой гражданский долг, что если я могу чем-то помочь людям, наверное, может быть, когда-то моя кровь кому-то принесет пользу. Наши ситуации, в которой находится на данный момент страна, крови, знаю, не хватает. И, в принципе, донорство, как по мне, является добровольным началом. И поэтому надо сдавать кровь. И тебе не тяжело, а другому человеку это поможет в дальнейшем. Сдать кровь могут не только студенты, но и все желающие, не имеющие хронических заболеваний. Никаких справок о состоянии здоровья не требует, не нужен и отрицательный тест на ковид. Акция продолжится до конца недели на площади Сахарова. Мария Микшута, Николай Шилко. День с толком.